Это был урок парламентской демократии. В полном соответствии с практикой Бундестага, оппозиция вынесла на поименное голосование проект резолюции, который изначально был обречен. И в полном соответствии с правилами фракционной дисциплины, партии и правящие коалиции дружно проголосовали против. Результат – новость о том, что Бундестаг против поставок Украине крылатых ракет. Описывая итоги вчерашнего голосования в парламенте, одни немецкие газеты используют слово «курьез», а другие пишут про трусость, потому что, как оказалось, даже те депутаты правящей коалиции, которые все последние месяцы выступали за увеличение поставок военной помощи Украине, даже они нашли предлог проголосовать вчера против. В Берлине говорят, что поскольку для эксплуатации систем крылатых ракет нужен обученный персонал, а на обучение уходит полгода, то отправлять в Украину нужны не только ракеты, но и немецкие солдаты. Это и есть та самая красная линия, которую не хотят переступать ни канцлер, ни правительство. Конечно, наша фракция за поставку крылатых ракет в Украину, они ей нужны, но мы против того, чтобы обсуждать этот вопрос за счет потребностей наших солдат. Уважаемые дамы и господа депутаты, недостаточно требовать СМИ, давным-давно ставшую необходимой отправку крылатых ракет в Украину. Поэтому я вас призываю, голосуйте за резолюцию ХДС ХСС, покажите вашу гражданскую позицию, принудите офис канцлера к действию. Украина и вся Европа скажут вам спасибо. День за днем продолжается систематическое разрушение страны. Потери человеческих жизней и материальные убытки более чем катастрофические. И конца и края этому не видно. Давайте не допустим, чтобы в один прекрасный момент, перед лицом истории, нам не пришлось признать, что в решающий момент мы поступили неправильно. Голосование продолжалось 20 минут, проголосовали ровно 666 депутатов. От партии социал-демократов, зеленых и либералов ровно ноль голосов. Хотя накануне представитель либералов говорил в интервью, что бояться нечего. С правовой точки зрения все однозначно. Мы передаем вооружение Украине, и она его использует. А мы в этом не участвуем, так что беспокоиться нечего. Таблоид Бильд пишет сегодня, что голосование по резолюции про Таурусы подрывает веру в надежность Германии как партнера для Украины. И что говорить, что ты за, но голосуешь против, противоречит здравому смыслу. Но даже если бы исход был другим, это вряд ли что-то бы изменило, поскольку вопросы поставок оружия решает в Германии правительство, а не парламент. В том числе о Таурусах и отношении к России после 24 февраля 22-го, а также чего ждут от Москвы в той же Германии, речь шла в программе наших коллег ДВ Новости Шоу, гостем которой был военный эксперт Ника Ланга. Вот его мнение. Первый момент после 24 февраля 22-го года, это был такой момент, где реально начинали изменения и в думках, и тоже в действиях в политике в Германии, что касается России и Украины. Но, к сожалению, два года после этого мы видим, что некоторые партии, некоторые важные люди в политике в Германии, они падают обратно в старые схемы, и они несерьезно не готовятся, они больше чего, они как-то желают, что как-то все выходит хорошо. И это Путин понимает, мне кажется, как знак слабости. С вашей точки зрения, вот за последние недели, с Нового года, довольно многие западные страны объявили о том, что они увеличивают сильно военную помощь Украине. В том числе Германия сегодня заявила о том, что в этом году помощь увеличивается с 4 миллиардов до 7 миллиардов евро. Действительно, это большой шаг. И что Германия и с оружием, с боеприпасами, с тренингом помогает. Но, к сожалению, правительство Германии пока не выяснило, какая цель этой помощи Украине. Украина не должна проиграть. Но что это значит, и как помогать Украине, что Украина победит и освобождает свою территорию, такое мы от немецкого правительства еще не слышали. Но реально Германия в некоторых элементах очень сильно поменялась. И это тоже надо сказать. Я думаю, думки населения в Германии в общем стали очень критичными, что касается России. Это раньше была больше такая романтика. Такой романтики действительно сейчас уже нет. А вот эти трансформации в немецком обществе и со стороны немецких политиков, как вы сказали, даже со стороны тех, кто ранее был чуть ли не на стороне России, могут привести все-таки к передаче ракет Тауэллус, вокруг которой так много разговоров, особенно сейчас, когда были нанесены большие удары по Украине в конце декабря и начале января. Что с ракетами? Для Германии Олаф Шольц решил, что он будет делать свою помощь для Украины всегда только абсолютно синхронно с Белым домом. И Тауэллус будет, как я понимаю, если из Штатов тоже будут новые категории атакам, где дальности больше. История помощи Германии для Украины это такая история, что в конце концов все, что сказали, что не будем делать, мы в конце концов делали, но потеряли очень много времени. Я думаю, здесь будет та же самая история. Полную версию ЭДВ Новости Шоу смотрите на нашем канале в Ютьюбе. Сегодня в Подмосковье после некоторого затишья снова объявляли план Ковер из-за вероятности атаки дронами. Временно не принимали рейсы аэропорты Внуково и Шереметьево. К полудню работа воздушных гаваней столицы была возобновлена в полном объеме. А в ночь на четверг в округе подмосковного Подольска силами ПВО была отражена атака беспилотника. Разрушений пострадавших, по словам московского мэра Собянина, нет. В ночь на четверг Минобороны России объявила, что и над Ленинградской областью был сбит беспилотник. А БПЛА в этом регионе российская сторона сообщила впервые. За сутки до этого российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. Погибла женщина, еще около 20 человек пострадали. По информации украинской стороны, повреждены не менее 10 жилых домов. Российская Минобороны заявляет, что удар был нанесен по, цитирую, пункту временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Конец цитаты. Все последние недели в Украине спорят о новых правилах призыва на фронт. Пока в Киеве спорят, под Бахмутом украинские военные уже вторую зиму подряд сдерживают натиск российских военных. Побывавший на линии фронта специальный корреспондент Дойчевеля Ник Коннелли рассказывает, что военные не осуждают тех, кто не воюет с ними бок о бок, но уверены, что рано или поздно всем украинцам придется взять в руки оружие. Вы слышите их прежде, чем видите. Солдаты говорят, что мыши грызут тут все. И пальцы спящих солдат, и компьютерные провода. В эпоху высоких технологий все еще не придумано эффективного средства, способного победить грызунов. А старые способы подвели. Коты поубегали. Завелись большие крысы, а домашние коты нам своей лаской помогали. Глазки, глазки помогают. Да? Мы же безобидные. Безобидные, а то с ума сойдем. Хотя весело. В небе всегда присутствуют российские беспилотники. Эти украинские артиллеристы, по сути, живут под землей, когда они ведут огонь по целям. Около дюжины солдат прячутся от ударов на глубине нескольких метров под замерзшей землей. Спутниковый интернет соединяет их с семьей, позволяя держать связь с той жизнью, которой они временно лишены. Бывает, звоню дочери и спрашиваю, как в школе. Папа говорит, сегодня суббота или воскресенье. Ну, день сурка. Если не выходить, ты тупо не знаешь, какой день. Во время летнего контрнаступления солдатам удалось продвинуться. Они построили себе это укрытие, прекрасно понимая, что от него будет зависеть их жизнь. Украинцы защищают эту позицию от российских атак. Противо неожиданно. Неприятно было. Просто снаряд упал рядом. Оскорочно. Получается возле ухода. Да. И оно такое сияние. И не только ехали сюда. Все. Часть военных из первоначально отправленной сюда группы не смогли привыкнуть к постоянным обстрелам и перешли на другие позиции. Но критики в адрес тех, кто ушел, нет. Здесь часто приходится слышать, что идеального солдата не существует. Сидеть дома и говорить, что я болен или я рожден не для войны. Всему этому учишься на месте. А если не научишься, война не простит тебе ошибок. Всем придется воевать. Нет смысла скрываться. Именно такое послание эти солдаты несут своим соотечественникам, поскольку война идет уже почти два года.